Они прям приходят сами, а я записываю диктовку. Я уже рассказывала, что они приходят как за пеленой, за грани. Я чувствую, как будто круглок такой энергии. А там разные образы, 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 истории. Иногда это бывает очень большой круглок. И я сажусь, и пишу, и он может прийти большое стихотворение. Не делится за 10, за 15, за 20. И стихотворение, которое у нас и летали, посвященное, они там утромисито такие. Потому что такая мощь. И мне очень приятно, мне очень нравится. И из этого невидимого мира потихоньку пропуская через себя, вставляя в этот ритм, в пришедший уже ритм, эти картины, эти образы. И потом смотрю, здесь все меньше, а тут все больше. В нами все меньше, в Яве все больше. И вот он, чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук. Нужно, чтобы я им была рада, и нужно, чтобы я была готова пойти до конца за пришедшим процессом. И чтобы я была готова, находилась в мгновении, потому что, чтобы я была рада в любой момент времени отложить все. И находиться на какое-то время очень в присутствии для того, чтобы это делать. Мне так нравится, когда ощущать, как работает мозг, обрабатывая эти образы, которые приходят. То есть от меня требуется быть в мгновении, иметь понятное понимание и представление о средствах художественной выразительности, о том, о сём. Чувствовать ритм музыкальный, который приходит с первой строкой. И иметь словарный запас относительно большой для того, чтобы хотя бы описать то, что... У меня даже книжечки есть, я туда новые слова выписываю, или выписываю какие-то понятия, травы, счёты, 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 потому что, ну, чтобы понимать, о чём мы, потому что, когда... Это я сразу испытываю, страдаю, мне бывает очень грустно, потому что я очень люблю английский язык, и иногда стихотворение приходит на английском. А я не знаю языка достаточно хорошо. Мне приходит первая строка и музыка. И я его как бы пропеваю на-ля-ля-ля дальше, от слов не знаю, как это выразить. И мне так грустно, я говорю, я хочу знать. А там совершенно другие принципы, там он такой более заархивирован, и мне очень нравится. Это вот такие очень, ну, как сказать, послания, они сжатые, очень ёмкие. И это так, вау. Ну вот, это как песок сквозь пальцы просыпается. Ну и, конечно, я понимаю, что стихотворение приходит по интересу, потому что к кому-то другому приходят те... Ну, как бы, какое-то, допустим, событие приходит к тому, кому интересное каково. Но внутренние вот эти настройщики настроены вот так, и они идут туда. Мне приходит то, где моя вот, в чём мой интерес, в чём моя любознательность, и вот пусть. И вот со сцением Таро было это вообще... Я просто села просмотреть твои фотографии, и... И потом... И вот я хотела прочитать одно стихотворение, посвящённое тебе. Оно называется «Быч Гай», и мне очень приятно было бы рассказать, как оно пришло. Это было на семинаре Алиса, по-моему, «От страха к любви». И там было упражнение, когда мы работали в группах, по шесть человек, и нужно было приподнять человека, покачать его на руках. «Опустите» я была возле твоей головы. Я держала твою голову, мы качали. И вот туда открылся поток, и я поняла, что вот пошли первые строки. И я качалась и проговаривала их, чтобы не забыть, потому что в этом деле главное не забыть первые строки, чтобы потом в какой-то момент вернуться в этот поток каким-то образом и дописать. То есть я проговаривала, 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 и дождалась момента, когда можно будет выбежать и их записать. И только спустя, по-моему, недели три я как-то оказалась в ресурсе, и из-за того, чтобы опять открылся и закончила. Мне очень нравится оно. Мне очень было... Это всегда такая честь, когда, особенно для кого-то, они всегда такие из таких разных... Ну, я не знаю, я знаю, как сказать, не из одной вселенной, но из разных мест приходят. И это очень... В некоторые потоки это особенная честь принимать и чувствовать. И я очень люблю это творение. Спасибо.